Новости на пятом канале. В студии для вас работает Сабина Пулатова. Здравствуйте. Сегодня среда, 15 ноября. В начале выпуска коротко о главном. Зачем такие меры и что это даст населению страны? Запрет на вывоз угля из Казахстана автотранспортом продлили еще на полгода. Без слез не взглянешь. Родители поселка Вольный жалуются на убогое состояние школы. Журналисты задали вопросы Акиму Карагандинской области. О социально-экономических итогах региона за 10 месяцев на брифинге отчитался Ермаганбет Буликпаев. Тенгиз сменил рубль. Сегодня национальной валюте Казахстана исполнилось 30 лет. Запрет на вывоз угля из Казахстана автотранспортом продлили еще на полгода. Такой приказ подписал министр промышленности и строительства Республики Казахстан. Зачем приняты такие меры? Что это даст населению страны? И кому все же можно экспортировать уголь? Выясняла Людмила Батюшкина. В Караганде сегодня на угольных складах нет такого ажиотажа, какой был в прошлые годы. Точек продаж стало больше, Акимат следит за поставками. Но из приграничных районов в Минпром поступали письменные жалобы о том, что населению не хватает угля. Виновными оказались перекупщики. Например, все ЖД-тупики, которые продавались с углей для жителей регионов Жамблодской области, они продавались для машин с номерами крыгизских. Кроме этого, в прошлом году, когда во время запрета были факты вывоза угля из северных регионов, это в основном Майкубинского угля, с таможенных постов к Павлодарской области, Восточно-Казахстанской области, области Абай, они, значит, под кодом ТНВ2702 были вывезены, значит, буры, как буры и уголь или гнет. Поэтому уже в 22-м году министерство ввело запрет на вывоз угля за рубеж именно автотранспортом. При этом недропользователи карьеры и шахты от этого запрета не пострадали. Нас никак не затрагивает ограничение министерства на вывоз угля автомобилями. Это связано с тем, что АО «Шубаркуль-Кумир» перевозит уголь в зарубежные страны только по железной дороге. В этом году запрет ввели в мае, сейчас его продлили еще на полгода, до конца отопительного сезона. Именно на тот период, пока в стране ажиотаж и повышенный спрос на уголь. Отследить вывоз угля по железной дороге легче, считает шахтер в прошлом Арман Калаков, потому что он вывозится предприятиями по контрактам. Ограничение имеет временный характер именно в тот период, когда уголь пользуется спросом и ажиотажем внутри нашей страны, для нашего населения. Поэтому для того, чтобы покрыть вот этот дефицит и снять вот этот ажиотаж, правительство вводит такие ограничения по вывозу угля автомобильным транспортом. Сейчас в Казахстане собираются построить несколько ТЭЦ, и уголь нужен будет им. Чтобы обеспечить энергетическую безопасность внутри страны, министерство будет вводить исключительные лицензии добывающим, перерабатывающим и аффилированным предприятиям. Только они будут иметь право на экспорт угля за рубеж. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал. На трассе Караганда-Балхаш, наконец, убрали все объездные дороги. Сегодня в Казавтожол сообщили, что обеспечен проезд на всем протяжении дороги. Движение обеспечено частично на четырех полосах, частично на двух. Кроме того, завершили строительство пяти обходов. Вокруг сел Жумабек, Аксу и Аксу-Аюлы, поселка Акчатау и города Балхаша. Общая протяженность автодороги – 363 километра. В этом году подрядными организациями уложено 190 километров нижним слоем покрытия и 150 километров верхним. Также уже готовы 32 путепровода, 11 мостов, транспортная развязка и путепровод через железнодорожные пути. Полностью строительство дороги и благоустройство завершат в 2024 году. Без слез не взглянешь. Родители поселка Вольный жалуются на убогое состояние школы. Вплоть до того, что родители сами заботятся о том, чтобы на Новый год у детей была елка, а у Деда Мороза и Снегурочки – костюмы. При этом поселок административно является частью города Абай. Почему на окраины деньги выделяют по остаточному принципу и в связи с чем в школе не хватает учителей и медика. В сюжете Людмилы Батюшкиной. Вот сейчас вы когда зайдете в школу, обратите внимание, после совдеповских деревянных дверей будет пластиковая дверь. На эту дверь наши учителя скидывались своими деньгами. В школе нету ремонта вообще никакого. Так выглядит убогость, уверены родители. Еще недавно здесь дети мыли руки из деревянного умывальника с ведром внизу. Полы, двери и многое мебель в школе глубоко со времен СССР. Не так давно здесь обновили окна и крышу, но капитального ремонта школа не видела с 60-х годов прошлого века. У нас нету медика. У нас вот недавно были вши в школе. Асфальт еще, наверное, положен во времена СССР, да? Да, да. Вот, ничего не делается. Вот эта вот площадка, которая, как бы сказать, парковка наша, это тоже родители своими силами отсыпали. Столовая все вот это вот сжигает, портит. Получается, у нас то сахара нету в столовой, дети кашу без сахара не едят тоже, потому что невкусно. То кефир холодный потом, а у детей ангина. Зимой холодно. По поводу отопления это вообще отдельная история. В прошлом году вот каждый год, каждый день забираешь ребенка с садика, ледяные руки, ледяные ноги. С больничных не вылазим. Ничего не остается. Ёлка. Мы покупали ёлку сами. Родители уже сколько лет. Все школы в Абай, в самом городе Абай, все отремонтированы капитально. Все. Одна только наша единственная убогая. Там вот, там зайти без слез не взглянешь. Двери совковые. Все еще советских времен. Все абсолютно. Там фильмы про Ленина. Не хотите снимать? Заходишь, там этот линолеум тоже с тех еще лет, наверное, весь скотчем проклеенный. Парты все обшарпаны, ободраны. То есть дети мы покупаем, чтобы они выглядели, да, вещи не хуже других. Они приходят все в затяжках и кофты, в затяжках и штаны. Также столовая у нас претензии у всех родителей. У меня вот девочка учится во втором классе. В прошлом году училась. А я спрашивала, чем вас кормят. Недоваренным, недосоленым. Постоянно понос, сочи, ссоры. Учительница не отпускала. Родители просят заменить электропроводку, оснастить детскую площадку, сделать освещение и подходы к школе без грязи. Спортзал в отдельном здании, но крытого перехода нет. Дети перебегают раздетыми, потому что за перемену не успевают взять одежду в гардеробе, считают мамы. Школа не маленькая, больше 190 учеников и 40 детей в мини-центре. Администрация школы считает, что не все так плохо. Недавно здесь установили корт и вынесли котельную из основного здания. Летом начали делать канализацию и восстанавливают туалеты. Согласны, что нужно поменять двери. А вот с педагогами действительно беда. Восемь из 28 учителей и медик работают по совместительству. Пока вольный был поселком, была сельская доплата. Теперь это часть города и доплаты нет. Не задерживаются у нас, работала, но, видимо, зарплату не устраивает или что. Поэтому, как бы, ну, к нам приезжает медсестра. Мы городские, мы к сельской местности, нас не относят. Но при этом вас добраться до города сложно. Очень сложно, да. Мы не спорим. Мы с этим вопросом, вот, когда встреча с Акимом, мы всегда поднимаем вопрос по нашему автобусу, что они не ездят. Это вторая проблема, когда учителя особо не могут добраться, поэтому местных учителей здесь нет. Но в районном отделе образования согласны, что капремонт школе требуется. Но в районе 45 объектов образования ремонтируют постепенно. Капитальный ремонт данной школы внесен в перечень проблемных вопросов нашего региона. Первоочередной задачей является проведение технического заключения здания и разработка проектно-смертной документации. При выделении денежных средств и формировании бюджета на 2024 год данный вопрос будет рассмотрен управлением образования области. То есть даже в следующем году до самого ремонта дело не дойдет. Пока пообещали приобрести для мини-центра при школе постельное белье, посуду, елку и карнавальные костюмы. Частично мебель для школы. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал. Данил Заславский, 5 канал. Из вопросов касался сроков окончания строительства третьего тепловывода и возможности карагандинцев пользоваться летом горячей водой в связи с его вводом. В 2024 году мы должны его завершить и запустить. В 2025 году, я думаю, что будет и в какой-то части города горячая вода. Почему? Потому что я хочу объяснить. У нас открытая система теплоснабжения, ну так построено было. Поэтому, когда мы магистральные сети ремонтируем, конечно, мы опустошаем эту горячую воду. И понятно, что люди не могут пользоваться горячей водой. Поэтому ремонтные работы будут идти и в каких-то участках горячей воды не будет. С учетом того, что если мы третий тепловой водой нормально все введем, то горячая вода в определенной части города, в том числе и возможно, что в юго-восточной части города, будет появиться. В области сейчас в очереди на жилье стоят более 17 тысяч семей, продолжит глава региона. Мы предполагаем, что в следующем году порядка тысяч человек, тысячи полтора мы обеспечим жильем. Это будет и кредитное жилье, и будет арендное жилье. Более 65 миллиардов тенге – стоимость проекта газификации областного центра. Более пяти с половиной тысячам абонентов уже подвели газ. Мы активно занимаемся этим вопросом и планируем к 27 году газифицировать областной центр. Теперь, что касается коллектора. У нас действительно есть проблемы с коллекторами, особенно в старой части города. Порядка большой износ. Это коллектора построены в 70-х годах. На сегодняшний день разабатывается по двум коллекторам у нас проектно-сметная документация. Начать ремонты намерены в следующем году. По ливневой канализации подход изменили в Караганде при ремонте дорог в обязательном порядке их восстановления. За последние три года мы достаточно очень большую работу провели по очистке ливневой канализации. И ежегодно мы эти средства будем выделять и работать. Конечно, когда залповый, там был у нас случай, когда месячная норма выпала в течение часа, ни один ливневый канализация это не выдержит. Но в течение часа вся эта вода ушла. Город Тимиртау не останется без тепла. Строительство седьмого котла завершат в апреле и он будет резервным. На сегодняшний день четыре котла работают. Пятый котел они 20 ноября его сдадут в работу. И 30 ноября сдадут шестой котел. Каждый год мы шести котлами и двумя пиковыми котлами мы выходили из этой ситуации. Ирина Вобещевич, Наталья Заяц, Пятый канал. Волонтерское движение растет с каждым годом, говорят чиновники. Развивать сеть общественно полезных разработок сейчас стараются за счет государственного социального заказа. Хотя волонтерские инициативы сейчас все чаще стали поддерживаться и бизнес-сообществом, говорит Биржан Алимжанов. Наиболее активными волонтерскими организациями в нашей области является волонтерский корпус Хараганда-Жастаре, волонтерский центр Шанграк из города Тимиртау, сообщество волонтеров Мы из Шахтинска, Лига волонтеров Жастар-Карклинского района, волонтерская организация высших учебных заведений как Ахниет, это Караганидский технический университет и Безбармас университет имени Букетова. Зачастую волонтерские организации проводят акции по раздаче продуктовых наборов, экологические субботники высаживают саженцы молодых деревьев и многое другое. Представители города Металургов говорят, что их движение существует с 2009 года и своими акциями уже охватили более 10 тысяч человек. Каждое массовое мероприятие города не обходится без участия волонтеров нашего центра. Так как в городе особо остро стоит вопрос экологии и экологических проблем, руководителями ТОО ТТК в 2017 году был запущен проект «Живи ярко, собирая раздельно». Волонтерам нашего центра предложили возглавить данный проект. Поддерживают инициативу волонтеров и местной власти. Запущенные в рамках господдержки проекты будут масштабировать из отдельных регионов на всю область. В Тимиртау даже выделят специальное помещение для благих начинаний молодежи. В помещении, которое мы открываем для молодежи, отдельно стоящее здание, да, у нас там будет как раз-таки практически вся активная молодежь вовлечена. Это будет постоянно действующая площадка, которая будет 24 часа в сутки открыта. При помощи местных предприятий власти надеются разработать единую форму для волонтеров области. Это позволит проводимые акции сделать более зрелищными и повысить их статус. Управление по вопросам молодежной политики совместно с Акимом городов и районов обеспечит изготовление единой форменной экипировки для волонтерских организаций области в рамках бюджета 2024 года. С начала года волонтерскими организациями на территории области было проведено более 500 мероприятий, в которых приняли участие более 40 тысяч человек. К слову, в декабре состоится итоговый форум волонтеров, где отметят наиболее активных представителей сообщества. Трехкомнатная квартира в подарок. В Караганде чествовали айтыскира Максата Аканова, взявшего гран-при по итогам престижного республиканского айтыса «Алтен Домбра-2023», посвященного в этом году людям труда. Подробнее в сюжете. Вот так торжественно встречали карагандинского поэта-импровизатора Максата Аканова, который стал победителем республиканского итогового айтыса «Алтен Домбра», тема которого «Янбек ел РС». В двухдневном словесном состязании, которое проходило во дворце имени Ерки-Гали, Рахмадеево в Астане и было организовано Министерством культуры и информации, при поддержке партии Аманат приняли участие 16 лучших аканов. И главный приз «Золотая Домбра» достался нашему земляку. По правилам айтыса «Алтен Домбра» будет год находиться в музее. Через год, если определят нового победителя, приз передадут в другой регион. Если один и тот же Акан победит трижды, то «Алтен Домбра» остается у него навсегда. «Алтен Домбру» горожане смогут увидеть в Карагандинском областном историко-краеведческом музее. Максату Аканову вручили автомобиль, но еще один приз ждал его дома. Еще раз поздравляю Максата Аканова с такой заслуженной победой. По поручению главы региона ему подарена трехкомнатная квартира. Подобная награда станет стимулом для других айтыскеров стремиться прославлять нашу область на такого уровня конкурсах. В Айтысе я уже 25 лет. До сих пор до конца не верю, что победил в таком престижном республиканском Айтысе. Это не только моя победа, но и всех карагандинцев. Всем спасибо за поддержку. Напомним, республиканский Айтыс «Алтен Домбыра» проводится с 2012 года. В штиль Караганду накрывает смог. И с каждым годом все сильнее. Насколько качественный уголь сегодня продают населению Карагандинской области? Кто контролирует эту сферу? Куда и как можно пожаловаться, если вам продали некачественное топливо? На эти вопросы сегодня в программе ПС ответит должность исполняющего обязанности руководителя Департамента технического регулирования и метрологии по Карагандинской области Сергей Ганджук. Сегодня национальной валюте исполнилось 30 лет. 15 ноября 1993 года в обращение вышел казахстанский тенге, заменивший советский рубль. В день юбилея в Национальном банке рассказали, что предшествовало вводу собственных денег и как менялся сам тенге за прошедшие годы. Подробности в сюжете. В 1993 году 12 ноября вышел указ президента Республики Казахстана Назарбаева о введении национальной валюты тенге. В 1993 году 15 ноября тенге стал единственным законным платежным средством на территории Казахстана. На самом деле событию предшествовала довольно длительная и серьезная подготовка. Рассказывает начальник одного из отделов карагандинского филиала Национального банка. Подготовку и ввод нацвалюты решили провести в обстановке строжайшей секретности. И нужно было набрать группу, которая займется важнейшим государственным делом. Требовались художники, которые создадут облик будущего тенге и за кратчайший срок. Если, к примеру, английский фунт рисовали 6 лет, то казахстанским специалистам было отведено на работу менее года. В 1993 году в городе Алматы началось строительство банкноты «Фабрика» на базе завода «Гидромаш». Оборудование туда поставила британская компания «Делла Руя». А первые банкноты были напечатаны в Англии. Фирма «Харрисон и сыновья» подготовила проектные экземпляры. К слову, этот заказ принес компании мировую славу. Для хранения первой партии денег были подготовлены особые подземные склады. Все тенге привезли в Казахстан 4 самолета. За неделю они 18 раз слетали в Лондон и обратно. Во всех документах значилось, что они везли оборудование для строительства резиденции президента. При этом тенге, помимо хорошего качества, обладал высокой степенью защиты. Отдельные номиналы имели до 18 ее элементов. Курс решено было сделать плавающим, с частичной конвертацией. Он тогда составлял 4,75 тенге к одному доллару США. Рубли тогда обменивались на тенге в пропорции 500 к одному. «Банкноты Казахстана признавались трижды лучшими банкнотами в Бире. В 2012 году банкнота 10-тысячная, приуроченная к 20-летию независимости Республики Казахстан, была одна из лучших в 2012 году. А 5-тысячная банкнота была в 2011 году одна из лучших. И в 2013 году тысячная купюра Культиган, посвященная тюркской письменности, признана лучшей банкнотой в мире». Ирина Вобещевич, Серик Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал. Вспомнили эволюцию тенге и рассказали молодому поколению ее историю в Краеведческом музее. Подробности расскажет Тамирис Легобылова. «У каждого жителя, гражданина, гражданики Казахстана всегда были в кармане деньги». О взлетах и падениях о текущем положении казахстанской валюте рассказали сегодня представители Национального банка студентам и коллекционерам Караганды. «Тунгышбик», «Толтинге» – так назвали мероприятие. «Также я хочу поблагодарить руководство и сотрудников нашего областного Краеведческого музея за организацию такого мероприятия, приуроченную председателем национальной валюты. Надеюсь, как вы, как наше будущее поколение, получите сегодня много полезного для себя. История нашей национальной валюты. Также я хочу нашему Краеведческому музею областному, от нашего Карагандистского филиала Национального банка, вручить каталог монет. На выставке представили подборку казахстанской нумизматики. От первых образцов тенге до инвестиционных и коллекционных монет. Банкнот, принесших казахстанской валюте мировую славу и признание международных экспертов. Сегодня у нас вообще очень большой, знаменательный день. У нас 30 лет нашей валюты. Валюта, ну, конечно, это символ любого государства, как доллар, евро, иена, тенге, рубль. Конечно же, тенге наш большой символ. И достаточно уже давно, ему уже 30 лет. А сегодня вот мы собрались для того, чтобы вообще узнать, что такое тенге, как он возник, на основе чего, какая она из себя. И для этого пригласили сотрудников Национального банка, нумизматов города Караганды, клуб нумизматов такой есть. Они с собой привезли свои коллекции. Дизайн тенге неоднократно менялся. В частности, на банкнотах перестали печатать портреты. На деньгах размещали изображения, говорящие о достижениях независимости, обращающие к современным реалиям. Байтирек, Аккорда, Монумент независимости, Монумент Казак-Еля, Триумфальная арка Менгелик-Ель. По приглашению нашего областного краеведческого музея принять участие в мероприятии, проводимые 30-летие введения национальной валюты тенге. Как они, наши будущие поколения, они должны знать историю нашей валюты национальной. Мы сегодня организовали небольшой ролик. Также там информационные буклеты, альбомы. И также совместно с клубом коллекционер проводится выставка нашей национальной валюты и коллекционных монет. В настоящее время тенге фактически является государственным символом наряду с гербом, флагом и гимном, а также играет важную роль в популяризации историко-культурного наследия нашего народа и государства. А в Карагандинском областном музее изобразительного искусства прошла выставка клуба коллекционеров Караганды, посвященная 30-летию национальной валюты тенге. Клуб коллекционеров ведет свою историю с появления города Караганды. На юбилейной выставке собравшиеся обменялись значками и купюрами. В выставке приняли участие как опытные, так и начинающие коллекционеры. Стоит отметить, что Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты из серии «Выдающиеся события и люди», посвященные 30-летию национальной валюты. Акварельные портреты. Персональная выставка Игоря Баграмова прошла в музее изобразительного искусства. Талантливый автор работает много и неутомимо. На одном дыхании воплощая в жизнь множество творческих идей. Подробнее расскажет наш корреспондент. Игорь Баграмов родился в 1961 году в городе Сарань. Окончил Алматинское художественное училище и Алматинский государственный театрально-художественный институт. Живописец, график, монументалист. Это у меня уже где-то 12-я, 15-я, 12-я выставка проходит. И в прошлый раз, когда я делал выставку «Мой Казахстан», я спрашивал своих студентов, учеников, что бы вы хотели увидеть. Они хотели увидеть, конечно, портреты акварельные. Потому что акварель – одна из самых сложных техник. Пейзажи – это одно написать, а портреты – это вообще очень сложно. Поэтому я сделал 50 выдающихся людей мира, не Казахстана, а мира, и написал в акварели. Сейчас продемонстрировал здесь их. Сейчас готовится вторая уже серия тоже выдающихся людей. В своих работах автор стремится к реализму. Передача характера насыщает образ определенными эмоциями. Сегодня здесь присутствуют сотрудники внутренних дел. А все потому, что Игорь Маратович напрямую связан с ними. Он работает в ведомственном музее полиции. Игорь Маратович принимает активное участие в охране общественного порядка путем помощи в реставрации, в поддержании порядка экспонатов нашего музея. Я действительно получаю большое эстетическое удовольствие сам. Мы уверены, мои же сотрудники тоже сегодня получат большое духовное обогащение, духовные силы, что поможет нам лучше нести службу ради безопасности граждан и жителей нашей прекрасной Карагандинской области. Крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни. Многие работы автора знакомы и полюбились карагандинскому зрителю. Это портрет отца, абай, портрет женщины-шахтерки. В глазах каждого из них прожитая жизнь и своя судьба. Галерея портретов пополнилась новыми лицами. Известные всем актеры кино, артисты и политические деятели. Знакомые лица, словно кадры, навевают воспоминания о кинокартинах и прожитых вместе с ними эмоциях. К сожалению, вот сейчас у нас проходит то, что трава по шахтерам. Я написал вот именно работу о шахтерах, о женщина-шахтерках, которые в Великую Отечественную войну работали у нас в шахтах, и о погибших. Так как я автор памятника погибшим шахтерам на абайской шахте, в 2008 году я поставил очень такой памятник. В прошлом году я поставил памятник с коллегами. Конечно, не один я тоже это, ну, как автор. В городе Абай, это общим погибшим. Я вот сейчас посвятил работу нашим шахтерам, потому что мы сейчас все скорбим. Пожелание, чтобы этого не было, чтобы это было поменьше, чтобы было больше радости, чтобы было больше как-то счастья, мира. В нашей сейчас, в такой нелегкой такой, в таком времени, что Казахстан остается как бы маленьким углаком мира в этом бушующем океане войны какой-то и ненависти. Нам этот мир сохранить надо. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что оставались с нами. Увидимся завтра в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова